Всем привет! Продолжаем рассказывать о событиях, которыми поделились знаменитости в своих инстаграмах на этой неделе. Беременные знаменитости, премьера клипа Юлианы Карауловой и новый мужчина Настасии Самбурской. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем ролике. И да, я прочитал все комментарии к прошлому выпуску. Спасибо! Спасибо! Сам же именинник выложил в соцсети фото, где он совсем еще карапуз и написал «О нет, опять день рождения!» Также на этой неделе свои дни рождения отмечали Том Круз, Родион Газманов и Тутта Ларсен. Танцуй пока молодой, Родик! Танцуй пока молодой! Поклонники и журналисты этим летом решили приписать беременность чуть ли не всем артисткам подряд. С грядущим пополнением, которое если и случится, то не в этом году, поздравили Ксению Бородину. Такие догадки возникли потому, как в последнее время она стала все реже появляться в «Доме-2» и вместо съемок предпочитает оставаться дома со своей семьей. Видимо, из-за этих слухов Бородина и решила опубликовать этот снимок в пляжном наряде, где показала абсолютно плоский живот. Судя по последним снимкам, 41-летняя актриса Риз Уизерспун беременна четвертым ребенком. Вместе с нынешним мужем она воспитывает 4-летнего сына Тенниси. А от первого брака у Риз есть дети-подростки – 17-летняя Ава и 13-летний Дикон. С дочерью они, кстати, очень похожи. Как считаете? Наталье Подольской интересное положение приписывают примерно раз в два месяца. Находясь на отдыхе в Испании, она показала поклонникам фотографию, где позировала в легкой юбке и свободном топе. Фанаты тут же не только углядели беременный животик, но и поздравили любимую певицу с ожиданием второго малыша. Даже то, что Наталья показала снимки, где она позирует в раздельном купальнике с абсолютно плоским животом, не смутило подписчиков. Выводы уже были сделаны. На этот раз Наталья отмалчиваться не стала и рассказала о своем интересном положении, вернее, его отсутствии. По словам друзей, Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым ждут пополнения в семействе. Ребенок должен появиться на свет осенью этого года. Как говорят друзья, Алексей окружил любимую жену еще больше заботой, чем раньше. Также поклонники считают, что беременна и Светлана Лобода. Новое фото, опубликованное в Инстаграм певицы, навело ее подписчиков на мысль о том, что она готовится во второй раз стать мамой. Однако некоторые фолловеры Лободы уверены, что их любимица совсем не ждет второго ребенка, а ее фигура на снимке выглядит странно исключительно из-за одежды. А кто уж точно ждет ребенка, так это Светлана Светикова. И она охотно делится пикантными фото в купальнике. Несмотря на уговоры поклонников, Светлана не раскрывает пол будущего малыша и дату предполагаемых родов. Зато не скрывает, что эта беременность, если все сложится хорошо, будет точно не последней. Певица заявляет, что мечтает минимум о четырех детях. Своими снимками радует подписчиков и беременная Рита Дакота. Правда, артистке пришлось столкнуться с нападками злопыхателей. Согласно точке зрения певицы, можно и нужно продолжать одеваться в привычную одежду. В том числе носить высокие каблуки, ходить на тусовки и вовсе не обязательно менять режим питания. Однако с Ритой согласны немногие ее фанаты. А вот некоторые знаменитости, которые уже являются счастливыми родителями, поделились милыми снимками со своими детьми. Рэпер Джиган с маленькой дочкой Майей. Счастливый многодетный отец Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграм снимок с двойняшками и старшим сыном. Сергей Безруков опубликовал новую фотографию дочери Маши, которой 4 июля исполнился один годик. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова показали лицо своей дочери Веронике. Вот и Кристина Асмус решила побаловать общественность свежей фотографией дочери. Но даже с прикрытым лицом интернет-пользователи сумели разглядеть черты лица Анастасии и определить, на кого же все-таки больше похож ребенок. А так на маму похоже. Носик папин сразу видно. Шикарные мамины волосы. Кристина маленькая, мне почему-то так по этому фото показалось. Также и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров решил порадовать поклонников и разместил фотографии своих наследников. Больше всего интерес вызвал снимок 17-летнего Аполлона, о существовании которого общественность узнала лишь год назад. А вот старшему сыну Евелины Блёданс Николаю недавно исполнилось 23 года. Евелина опубликовала трогательное послание для имени Ника в социальной сети, в котором поздравила сына с днем рождения и пожелала ему осуществления всех желаний. Пятеро из шести детей Ивана Ахлобыстина пришли поддержать отца на премьере анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии», где актер озвучивал Зайца. Не смогла приехать в кинотеатр только старшая Анфиса. Юлиана Караулова представила на суд зрителей новый клип на песню «Не верю». Элегантная и уверенная в себе героиня клипа не боится признаться своему возлюбленному, что больше не верит ему и не хочет оставаться с ним. Кстати, кадры клипа очень напомнили одну известную рекламу. Что это? Плагиат? Боже, я не верю, я тебе не верю, да ты любил меня, знаю, но больше я не летаю и не верю, я тебе не верю. Хотя Юлиана пошла дальше, чем Шерлиз и показала нам свою... А вот Анна Семенович только начала снимать свой клип на песню «Хочу быть с тобой». Режиссером клипа стал актер и певец Алексей Воробьев. На своей странице в Инстаграм Анна опубликовала несколько фото со съемок. Однако ни подписчикам Воробьева, ни Семенович фотографии не понравились. Более того, они назвали их почти что иллюстрациями к Камасутре. Что ж, остается дождаться выхода клипа и посмотреть, что же там нарежиссировал Алексей. На камеру руки! Руки на камеру! Высни! Вот! Молодец! Настасия Самбурская, привыкшая провоцировать публику своими неоднозначными поступками, породила слухи о бурном романе. Артистка выложила снимок с неким молодым человеком, но лицо его предусмотрительно скрыло. Мужчина предпочел остаться неизвестным, подписала кадр Настасия. Однако поклонникам артистки не составило труда вычислить таинственного незнакомца. Им оказался белорусский актер Кирилл Децевич, с которым Настасия отдыхала в Таиланде. На зависть своим хейтерам певец Сергей Жуков всего за несколько месяцев скинул более 15 килограммов. Его фанатам доставляет неимоверного удовольствия физическая форма певца. Но надо сказать, что большая половина подписчиков не верят в его чудесное похудение. Некоторые обвинили Жукова в использовании фотошопа. В Москве в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Блокбастер», которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Пожалуй, больше всего привлек к себе внимание актер Максим Матвеев. Поклонники едва узнали своего кумира, ведь Максим так исхудал, что стал совсем не похож на себя прежнего. Естественно, фанаты тут же начали задаваться вопросом, все ли в порядке с его здоровьем. Мы же надеемся, что Максиму просто понадобилось сбросить вес для новой роли. Джессика Альба является одной из тех знаменитостей, которые не боятся предстать перед публикой без прикрас. Так, недавно на странице в Инстаграме 36-летней Джессики было опубликовано видео, где она наглядно демонстрирует, как выглядит до и после нанесения макияжа. Подписчики знаменитости пришли в восторг от ролика и поблагодарили звезду за честность. Мадонна недавно показала поклонникам лицо без макияжа. Фотография не подвергалась обработке в фотошопе и певица не стала корректировать свои морщины. Фанаты не смогли не отметить, что Мадонна заметно постарела и выглядит уже не так привлекательно, как раньше. Впрочем, нашлись и те, кто встал на ее защиту и написал, что певица красива в любом возрасте. А вот выпускницу Дома-2 Викторию Боню поклонники неоднократно критиковали за чрезмерное увлечение фотошопом и злоупотреблением различными фильтрами. Вероятно, устав от упреков, Вика разместила фотографию, которая, по ее словам, не подвергалась дополнительной обработке. Раз уж мы коснулись шоу Дом-2, вспомним и начинающую певицу Ольгу Бузову. В недавнем интервью Ольга заявила, что, может быть, и не является идеальной красавицей, зато ее фигура может быть примером для многих. Чтобы доказать это, Бузова позировала в раздельном купальнике. Кто-то из подписчиков заявил, что замуж с такой фигурой Ольгу никто не возьмет. Мужики не собаки, чтобы на кости бросаться. А вот другая бывшая участница Дома-2, наоборот, недавно освоила различные фильтры, которые применяются в обработке фотографий. И так увлеклась редактированием, что поклонники не сразу ее узнали. А вы сможете отгадать, кто это? Кстати, в прошлом нашем ролике была певица Валерия. Лайк всем угадавшим. И еще с праздником, друзья! С Днем Семьи, Любви и Верности! На этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи!